В эфире «Время новостей». Здравствуйте. О главных событиях уже готовы рассказать наши корреспонденты. В Липецке простились с погибшим в Сирии летчиком Олегом Пешковым. Церемонию провели в местном христорождественском храме. Офицер будет похоронен на кладбище трубного завода. Напомним, Олег Пешков погиб 24 ноября в результате обстрела с земли, после того, как его самолет СУ-24 был сбит турецким истребителем. Указом Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Пешкову посмертно присвоено звание Героя России. Подстанция Кафа готова к подключению энергомоста с Кубани. На полуострове предприниматели могут получить льготные кредиты на приобретение автономных генераторов. Для некоторых районов увеличено электроснабжение. Гуманитарную помощь из регионов России будет распределять специально созданная комиссия. Такие решения были озвучены на очередном заседании межведомственного штаба по ликвидации ЧАЭС. Все подробности у наших корреспондентов. Есть промежуточные успехи, но в штабе по ликвидации ЧАЭС термина стабильность все-таки стараются избегать. Работы меньше не становится, особенно на местах. Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации, никакой стабильности у нас нет. Не применяйте этот термин. У нас термин контролируемой ситуации. Мы должны уметь реагировать на любые позывы. Крым с каждым днём наращивает выработку собственной генерации. Большое подспорье оказывают автономные источники энергоснабжения. Почти все регионы необъятны, вовлечены в процесс помощи Крыму. Собственная генерация электроэнергии по республике составляет 414 мегаватт. Генерация 913 автономных источников энергоснабжения составляет 159 мегаватт. За сутки поступило 12 ДГУ мощностью от 30 до 100 кВт, которые были распределены согласно заявкам. А вот предпринимателям помогут финансово. Под закупку автономных генераторов Министерство экономического развития республики подготовило льготную кредитную программу. Сумма займа до 1 миллиона рублей с 5-процентной ставкой годовых. Кроме того, не обошли стороной и темы гуманитарки. Приходят продукты. Сегодня уже КАМАЗ стоит у меня на территории отряда. Значит, там крупы, там чай, сахар и так далее. Мы организуем комиссию и будем распределять. Тут предложение Андрей внёс, чтобы распределять на муниципальное образование. Отчёты районов были разными. Из Белогорска – хорошие новости. Там впервые за время ЧАЭС увеличили часы подачи электроэнергии населению. 5 мегаватт составляло по лимитам, и 5 мегаватт мы вывели по дизель-генераторным установкам. К нам пришла приятная новость, что якобы с 16 часов нам увеличен лимит до 5,8. Надеемся, с тем, что вы нам добавили, мы увеличим лимиты процентов, наверное, на 30, на 40. Хуже всего пришлось Джанкою. Там подачу электроэнергии, наоборот, сократили. Причём по непонятным причинам. Отключилась порядка, по нашим подсчётам, 1,3 той нагрузки, которая давалась на город в графике. В этой связи глава республики дал поручение решить вопрос в кратчайшие сроки. И добавил, если причиной является халатность власти мущих, то ответят по всей строгости. Уменьшения быть не должно, лимиты не уменьшать, мы договорились. В целом же ситуация с электроснабжением полуострова достаточно благоприятная, особенно в сложившейся ситуации. Графики более-менее соблюдаются. От них отходит чаще всего из-за аварий на линиях Керчь, яркий тому пример. На данный момент остаётся проблемных 27 домов. Бригады сейчас по всем объектам работают. Сделать скидку в графиках подачи света на заседании штаба решили жителям лишь тех домов, в которых всё зависит от электричества. Их насчитали несколько десятков только в Симферополе. Дома, в которых нет газа, а только на электрических плитках обслуживаются, сделайте так, чтобы график у них с точки зрения количества часов был такой же. Но время нужно вечером и утром, чтобы они могли пищу приготовить. А ещё в штабе попросили крымчан быть терпеливее. Заявок Управления Роспотребнадзора на шум от дизель-генераторов поступает немало. Однако власти республики призывают временно смириться с этим неудобством. Ольга Савенко, Алексей Романов, Время новостей. Замглавы налоговой службы Евпатории задержан за мошенничество на сумму 7 миллионов рублей. Чиновник и его сообщник получили от местной жительницы более 100 тысяч долларов за якобы закрытие уголовного дела. В связи с этим следственный отдел ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное производство в отношении замначальника налоговой инспекции Евпатории. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По информации ведомства, вместе с работником ФНС также был задержан его сообщник. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент устанавливается местонахождение третьего члена группы, еще одного работника налоговой службы. Быть услышанным, в единый день приема граждан он ежегодно проходит 1 декабря в России. На полуострове своей двери открыли 25 приемных партий Единой России и больше 250 дополнительных площадок. С чем крымчане пришли к представителям власти, расскажем далее. Так много посетителей в день приема у Владимира Константинова, кажется, еще не было. Это победители турнира по мини-футболу. Футбольная осень 2015 в Москве. Глава крымской законодательной власти вручает каждому благодарности и мячи за своим автографом. А дальше проблемы взрослых. Анатолий Вольский просит Владимира Константинова облагородить могилы солдат, освобождавших Симферополь. Три захоронения расположены за Досаафом на центральном рынке. Просто нужно там что сделать? Ограду сделать, да? Там оградка небольшой. На одном захоронении. Первое захоронение оградка есть. Второе там бетонная плита. Хорошо, все сделаем. Крымчане за безопасность на дорогах просят главу крымского парламента посодействовать. Возле остановки общественного транспорта в Пионерском по трассе Симферополь-Ялта нет светофора. Единь не успеют перегонить дорогу, так как ширина трассы очень большая. Раз в месяц там происходит. Мы уже куда-то не обращались, надо принимать. Давайте возьмем эту проблему. Единый день приема граждан в Крыму проходит без электричества, но это не мешает работать и помогать людям, отметил Владимир Константинов. Приемы граждан – это сигналы, срезы настроения того, что происходит в обществе. Я никогда не относился к приемам как к основному средству решения проблем всех людей. Власть должна работать на местах. Все проблемы у людей должны решаться автоматическим путем. В соседнем кабинете принимает сенатор Сергей Цеков. О своей проблеме ему рассказывает Клавдия Белозерова. Она ребенок войны. Раньше получала выплаты, сейчас нет. Они уже включили выплатную ведомость, в пенсионном отделе есть такие ведомости в 2012-2013 году, чтобы нам выплатить. Но это заморозили, не стали выплачивать. Если есть закон, по которому говорится, что решения должны выполняться, то должны выполняться. Все проблемные вопросы, которые озвучили крымчане, будут рассмотрены и там, где это возможно, решены. Сергей Цеков отмечает, нынешние приемы граждан отличаются от прежних. Если раньше крымчане больше просили о материальной помощи, то теперь приходят с конкретными предложениями. Приемы сами по себе, они очень полезны. Вот для меня полезны. Мне кажется, что если бы не было этих приемов, я, наверное, не совсем емко и четко вообще себе представлял, чем все должны заниматься законодатели как таковые. Рассказать о своих проблемах крымчане смогли и второму сенатору от Крыма Ольге Коветиде. У нее шел тематический прием. Все пришедшие обращались по вопросам подтверждения льготной инвалидности. Всего в единый день приема граждан в Крыму работало 25 приемных партий «Единая Россия» и больше 250 дополнительных площадок. Екатерина Зуева, Александр Чукалов. Время новостей. Вопросы лекарственного обеспечения новых субъектов Российской Федерации обсудили участники форума «Здравоохранение Крыма-2015». Для крымчан в этом вопросе многое ново и некоторые проблемы приходится решать в ускоренном темпе. О перспективах развития фармацевтического рынка республики Алексей Щербак. В текущем году полуостров получил беспрецедентное финансирование в области снабжения лекарственными препаратами, говорят крымские медики. По линии федеральной целевой программы было выделено свыше полутора миллиардов рублей. Тендерные закупки завершаются и все льготники будут обеспечены необходимыми лекарствами. По региональной программе в Крыму действует система возмещения затрат. То есть здесь не проводятся централизованные закупки. В этом году у нас выделено 400 миллионов рублей и мы реализуем все эти деньги. Идет система возмещения затрат. Когда льготнику выписывается льготный рецепт, он обращается с ним в аптеку, получает препарат. И затем он уже оплачивает с аптечной организацией, с бюджета республики Крым. Дистрибьюция, то есть распределение лекарственных препаратов по аптечным сетям, на полуострове пока работает довольно посредственно, отмечают представители фармацевтических компаний. Но положительные тенденции имеются. Я вот уже второй, третий раз в этом году в Крыму и вижу, что ситуация меняется в лучшую сторону. Я думаю, что вопрос выхода сюда крупных российских дистрибьюторов и полное покрытие региона – это вопрос, наверное, первого полугодия 2016 года. Я думаю, что все проблемы с доступностью лекарств будут решены. Несмотря на то, что российские компании в состоянии обеспечить полуостров необходимыми лекарствами, ряд препаратов планируют производить на месте. В частности, это касается инфузионных или по-другому физрастворов, без которых не может обойтись ни крупная клиника, ни сельская амбулатория. Просто надо четко понимать, что здесь еще присутствует некий психологический момент, потому что пациент, попав в больницу, если ему не вставили капельницу, воспринимает, что лечения не было. Таблетки я могу и дома пить. Ну, это, так сказать, особенности психологии. Но, тем не менее, растворы, они нужны, они нужны в каждой клинике, поэтому, я говорю, этим будем заниматься и, соответственно, планируем открыть здесь как минимум два производства. Отлаженная система снабжения населения лекарствами в России возникла не на пустом месте, говорит руководитель компании, специализирующейся на мониторинге фармацевтического рынка. На это потребовался не один год серьезной работы. А здесь это такой уникальный эпизод, что нужно было за буквально короткое время обеспечить население лекарственными препаратами, учитывая то, что вот даже в начале года говорилось о том, что информированность населения была очень низкая, и люди даже не понимали, что они могут получать лекарственные препараты бесплатно. Участники форума уверены, что информированность населения будет расти параллельно с обеспеченностью полуострова лекарственными препаратами. Алексей Щербак, Олег Черемисин, Время новостей. Свою работу в Артеке завершила программа «Лифт в будущее». Самые активные ребята со всей России пробовали себя в роли изобретателей. В течение смены они создавали собственные инновационные проекты. Тематика разнообразна – от архитектуры до медицины. Что такое смарт-сити и можно ли это воплотить в жизнь, расскажет Анастасия Соленик. Проект этих ребят – один из самых заметных и объемных. Смарт-сити в переводе с английского «умный город». Лена Долгих из Пензы вместе со своей командой трудилась, не покладая рук. Для того, чтобы все получилось по-настоящему наглядно, ребята выезжали на экскурсию в Севастополь и общались с профессиональными архитекторами. Жилую зону мы решили расположить прямо вблизи у моря, для того, чтобы каждый житель нашего города смог любоваться морем. Но есть же люди, которые не совсем любят море, поэтому есть дома, которые выходят на благоустроенную территорию парка. Целью нашей работы было создать максимально оптимальную разгруженную транспортную сеть. Мы выделили нескольких типов дорог. Первый – это автомобильные дороги, которые обозначены на макете черным цветом. Двухнедельная работа не прошла даром. Макет привлекает внимание директора «Артека». По его мнению, подобные проекты развивают в ребятах ответственность за то, что они делают. Ну, вообще, любое действие в «Артеке», «Артек» для этого создан, для того, чтобы дети что-нибудь попробовали в своей практике, практической жизни. Получили результаты, были уверены в том, что они вообще-то могут все, что угодно сделать. Нам не хватает людей, которые верят в себя и которые одержимы к свершениям, к изменениям своей жизни, изменениям жизни вокруг себя. За 21 день удалось разработать более 10 проектов. По словам организаторов, эти ребята уже никогда не будут такими, как прежде. Те знания и навыки, которые они получили благодаря работе с экспертами, точно им пригодятся в жизни. У них формируется навык командной работы, и вот то, что мы называем soft skills, то есть это не их знания академические, а это то, как они умеют взаимодействовать и совместно вырабатывать новые решения. Вот это самое главное, такое уникальное совершенно достижение вот такого формата. Ребята верят, что их проекты заинтересуют инвесторов. Если эти макеты оживут, то смогут приносить реальную пользу обществу. Анастасия Селеник, Александр Тегнирид, Новремя, Новости, «Артек». И на этом все. Увидимся в следующем выпуске. Не переключайтесь. Узнавайте новости первыми вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова